Теремок ТВ 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 А ты разбираешься? Найти неполадку, выяснить причину, исправить. Сто тысяч тыдыщ, и все работает! Ладно, можно и без тыдыщей. А инструменты там. Готово! А где поломка была? Что говорить-то? Скажи, контакты засорились. Ага. Всегда пожалуйста! Знаете, такое выражение? Есть контакт. Когда вилку прибора вставляют в розетку или штеггер наушников в разъем телефона, их зажимают между пластинами. Место, где они соприкасаются, называется контактом. Контакт установлен, ток бежит по проводам, и техника работает как надо. Но если между двумя деталями попадет мусор или образуется ржавчина, ток не потечет, и контакта не будет. Раз, раз. Меня слышно? Лучше, чем раньше. Дим Димыч, ты меня спас. Пустяки. Контакт всего лишь почистил. Тут-то что не так? Дайте-ка посмотрю. Угу. Сейчас сделаю. Тоже контакт? Да я мастер. Скорее, хвостун. Я для всех стараюсь. Или хочешь, чтобы эфир сорвался? Спасибо, фиксики. Катя, и ты молчала? У Дим Димыча золотые руки. Это еще что? Я дома все перечинил. Ноутбук, посудомойку. Помогатор. Помогатор. Что за день такой? Не работает? Дим Димыч разберется. Но электрические приборы детям не игрушка. Так он с выключенным справится. Я при вас не могу. Я стесняюсь. Ладно, у нас пять минут. Без меня не включайте. Ты что наделала? Зови теперь фиксиков. Что на этот раз? О, вы вовремя. Почините. Не-а. Ты мастер, ты чини. Я же не умею. А ты скажи сто тысяч тыдыщ. И все само починится. Ну помогите, пожалуйста. Я не буду хвастаться. Ладно. Поставь крышку ровно. Ну вот. Теперь есть контакт. И все? Во многих умных приборах есть защита от детей и рассеянных взрослых. Хладильник пищит, если дверца закрыта неплохо. Стиральные машины, чайники, утюги сами отключаются, когда работа закончена. Соковыжималка, мультиварка или кухонный комбайн просто не будут работать с плохо закрытой крышкой. Да что там? Современные автомобили умеют тормозить в случае опасности. Очень удобно, правда? Но целиком надеяться на технику все-таки не стоит. Да и фиксики иногда могут запоздать с помощью. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте приборы надолго без присмотра и берегите их от поломок. Всем пока! До встречи! Дим Димыч, огромное спасибо! Ты очень помог! Да это не совсем я! А кто же? Ему опытные мастера подсказали. А, вот оно что! Ой, а дашь их контакты? Мне бы пылесос посмотреть. Пошли! Нам еще пылесос чинить! Кроссовки Бодрое утро! Привет, Дим Димыч! Смотри, какие мне мама кроссовки купила. Они светятся. Ого! Классные! У тебя таких нет. А с чего ты взяла, что нет? Есть! Да? Покажи! Вот и покажу. Только зубы почищу. Перезвоню. У тебя правда есть светящиеся кроссовки? Нет. Эх! Зато у меня есть друзья, которые могут сделать все. Даже такие кроссовки. Или не могут? Вообще могут. Да там где лапка! Лампочки вставить и готово. Так, Морик, за батарейками. Дим Димыч, у тебя кроссовки. Ага. А я к Судакову. За светодиодами. Ого! Какая тут подошва! У тебя тоже такая есть. Да? Подошва кроссовок состоит из материалов, которые хорошо пружинят или, говоря по-умному, амортизируют. Поэтому, если в такой обуви долго ходить, бегать или прыгать, то спина и ноги не устанут. Снизу подошва всегда неровная, с выемками и бугорками, и даже шипами, чтобы не поскользнуться на траве. А еще у кроссовок есть дыночки или сепка, для того, чтобы нога не потела. Тыщ! Звони, Катя! Ну, и где же твои кроссовки? Вот. Ого! И лампочки у меня ярче. А зато я могу пультом управлять. Смотри, горит. Оп, не горит. Ха! Мне только ногой топнуть надо. Ври больше. Ой, я тебя не вижу. Ты тут? А? Тим Тимыч! Алло! Что? Твои кроссовки так не умеют. Но у меня же есть друзья, которые умеют все. Ах, есть. Алло! Алло! Тим Тимыч! О, теперь нормально. Смотри. Хоп! Горят! Хоп! И горят! Хоп! Горят! Хоп! И горят! Хоп! 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 А у меня огоньки могут бегать. Подумаешь. Да у меня тоже бегают. И цвет меняют. Тим Тимыч! Ну, что вам стоит? Это невозможно. Последняя просьба. Готова? Нолик, бери кроскопульт. Вот сейчас они белые. А захочу зеленые или вообще синие. Ну, а можно оранжевые, фиолетовые, голубые, желтые. Знаете, почему маленький светодиод горит так ярко? Секрет в том, что внутри него спрятан специальный кристалл, который проводит электрический ток. Сам кристалл выглядит как тоненькая круглая пластина. Ее обрабатывают и режут на тысячи кусочков. На каждом из таких квадратиков находится много крохотных частиц электронов, которые переносят на себе электричество. Если к кристаллу подключить ток, электроны тут же срываются со своих мест, оставляя за собой вот такие следы. Когда в них попадает другой электрон, он вспыхивает множество таких огоньков и дает сияние светодиода. Ну что, мои кроссовки круче. А еще у них есть колесики. Колесики? Какие еще колесики? Симка? Ой. Зато у меня есть друзья, которые... У меня есть друзья. Вот пусть тебе эти твои друзья и помогают. А мы пойдем. Да, Нолик? Да. И все эти диоды заберем. Дим Димыч, так же нечестно. Вот-вот. Согласен. Колесики – это уже перебор. А, значит, и у тебя все фиксики делали. Чего только эти друзья не придумают. Ага, то один, то другая. Ха-ха-ха. Пуговица. Как думаешь, Дим Димыч справился с контрольной? Конечно. Не уже Катя. А при чем тут Катя? Фиксики. Привет. Как контрольная? Легкотня. Если бы я вовремя не проверила. Я бы и сам справился. Это вместо спасибо? Подумаешь, разок помогла. А вчера? Кто ошибку в диктанте нашел? Я не успел проверить. А когда ты телефон на физре забыл? Кто его принес? А кто все время говорит, что задали? А тебя никто не просит это делать. Я сам все могу. Ха, ты без меня даже пуговицу не пришьешь. Напугала. Возьму и пришью. Слабо. Нет. В древние времена люди связывали куски одежды в крепкие узлы. Скрепляли палками, шипами растений. Первые пуговицы делали из камня, дерева, ракушек, золота. Все шло в ход. Было время, когда количество пуговиц на одежде говорило о богатстве человека. А на рукава их сначала пришивали солдатам, чтобы отучить тех вытирать нос и рот после еды. Конечно, сейчас рукавом никто не вытирается. А вот пуговицы остались и служат нам до сих пор и украшением, и надежным креплением. Да, пришивать их совсем нетрудно. Только надо соблюдать осторожность при работе с иглой, чтобы не пораниться. Ут, ут. Да что такое? Тим Димыч, может помочь? Да, Тим Димыч, может помочь? Я сам. Тим Димыч, дело за малым. Пришить пуговицу. Ты же не умеешь. Да что там уметь-то? Ай! Может, сначала потренируешься? Аккуратней, острая. Не мешай. Ай! Ты забыл про технику безопасности. Показать? Сам справлюсь. Надо что-то делать. Ой, Катя! У тебя же пуговица оторвалась. Вот, на рюкзаке. Какой ужас! Дим Димыч, еще иголка есть? Утро в школу пора, А под мышкой у дыра. Чем над дыркой тужить, Проще взять-то и зашить. Причитание не спасут, Лишь терпение и труд. Ниточка с иголочкой идут. Как... Куртка класс, матный цвет, Жалко пуговицы нет. Чем над этим тужить, Проще взять-то и пришить. Причитание не спасут, Лишь терпение и труд. Ниточка с иголочкой идут. Как... Я же говорил, ничего сложного. Что? Что вы так смотрите? А, да, Катя! Это... Как там? Спасибо! Пожалуйста! Молодец! Только завтра контрольную я проверять не буду. Но... Но я могу помочь к ней подготовиться. Страховка Ну что, идем Лизоньку пугать? Спрашивай! Тогда вперед! Эй, Нолик, ты куда? А скалолазание? Мы же договаривались. Сам просил научить. Ой, Фаер, прости. Тут просто близнецы позвали. Я тебя тоже позвал. Ну, а не раньше. Хочешь с нами? Нет уж. Фаер, ты что, обиделся? Иди, иди. Заждались уже. Хорош, друг. Променял на новеньких. Но ничего, ничего. Сам еще назад проситься будешь. Подтягивайся! Эта страховка только мешает. А Фаер вон куда залез. И без этих веревок. Ну, без страховки, может, и удобней. Зато с ней падать не страшно. На поясе у альпинистов и скалолазов есть специальные ремни с петлей. В петле пристегивается крючок с защелкой. Карабин. Он соединяет человека с прочной веревкой, которая защищает от падения. Это и есть страховка. Кстати, страховка есть не только в горах. Она удерживает мойщиков окон в небоскребах и не дает упасть гимнастам под куполом цирка. Даже ремень безопасности в машине – это тоже страховка. Ладно, Ноличек. А что ты на это скажешь? Давай, давай, Нолик. Еще чуть-чуть. Давай, давай, Нолик. Еще, еще. Получилось! Пей! Смотрите, мы только на одну гору забрались, а Фаер на десять. Я и мой лучший друг Игрик. А как же я? Так, подождите. По-моему, кто-то ловко монтирует. Видишь? Игрик с другого снимка. О, а тут вообще лаборатория видна. Так что твой лучший друг никуда не забирался. То есть... Ну зачем тогда? Что, Нолик, скукотища у вас? Ха-ха! Куда твоим скалолазом до меня? Ага! Врешь, ты тоже лучше всех! Чего? Твои горы ненастоящие! С чего это ты так решил? У тебя даже страховки нет! А она мне не нужна! А? 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 Эй, остановись! Упадешь! В отличие от вас, я ничего не боюсь! Скорей, в лабораторию! Он без страховки сорвется! Пусть его Игрик страхует! А? 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 Пойти в настоящие горы, новичкам лучше потренироваться на скалодроме с инструктором! И хоть горы там искусственные, все равно важно соблюдать правила! Из одежды лучше всего подойдет спортивный костюм! На ногах должна быть специальная обувь с нескользящей подошвой! Лезть можно только тогда, когда инструктор проверит, правильно ли надета страховка и надежно ли она закреплена! В ожидании своей очереди отойдите от стены! Не то на голову может спуститься другой скалолаз! И никаких салфи на высоте! Падать со страховкой не страшно, но добраться до вершины куда интереснее! Ты же мог погибнуть! Можно подумать, кто-то переживал! Мы все переживали! Правда? Нолик, ты мой самый лучший друг! Угу, Игреку не говори! Кстати, хорошая высота! Полезли? Но черт по нашим правилам! Би-би-би! Фоторедактор Так, повернись! Улыбочку! Ага! Я хоть красивая получаюсь? Не сомневайся! Ты в руках профессионала! Какая-то я бледная! Нормальная! Зеленая! Но я хочу быть яркой! А так? Как ты это сделал? Ха! Есть у меня одна программка! Фотосъемка! Это только полдела! Чтобы кадр стал идеальным, с ними еще нужно поработать! Снимок загружает программу фоторедактор! Там столько разных инструментов! С их помощью фото можно обрезать, осветлить, убрать лишнее или наоборот добавить то, чего изначально в кадре не было! Короче, можно такого наворотить! Все ограничивается только фантазией и умениями! Хочешь, глаза тебе увеличим? А так можно? Я сделаю конфетку из любой фотографии! Класс! Тогда еще длинные ресницы! И корону! Красиво будет! Ой, Фаер, ты и правда профи! Ну, придется повозиться! Творческий процесс, понимаешь? Конечно, конечно, не буду мешать! Остальным передай! Прошу всех в свою суперфотостудию! Когда будет готово? Терпение! Скоро все увидите! А пока не мешайте творить! Точно! Профессионал! Так... Может, еще больше? Или перебор? Да не в самый раз! Вот наконец все скажут, что я талант! Ну что, молчит? Ага, нелегко быть творцом! Спорим, моя фотография будет лучшей! С чего ты взял? Фаер мой друг! А я первая раскрыла его талант! Выскочка! Ой, вроде готово! Открывай скорее! Что? Это не я! Хе-хе-хе! Вот это пугало! А меня, а меня покажите! Это мои мускулы! Ну-ка дай сюда! Ой, что это за головастик? Он издевает сам! Ну как? Круто? По-твоему, я пугала? А я? Макаронина! Ты где-нибудь видел такие руки? И такое туловище? Чего вам не нравится? Сами просили! Ты нас изуродовал! Вот и нет! Я художник! И я так вижу! Знаешь что, художник! Не умеешь – не берись! Возвращай все обратно! Мы там хоть на себя похожи! И корону убирать? Ну как хотите! Скучные вы! Люди научились фотографировать еще в середине девятнадцатого века! Тогда на работу над одним кадром уходило около восьми часов! Но все равно снимки получались не четкими и с дефектами! Фотомастера-художники дорисовывали их краской, маскировали пятна и царапины! А некоторые и вовсе придумали очищать до бела части снимка и рисовать там все что угодно! Природу, диковинных животных, всякие чудеса! Ох, и трудным делом была такая репушь! С появлением цифровой фотографии обрабатывать кадры стало куда проще! Загрузил специальную программу и вперед! Главное – не перестаться! Пожалуйста! Сразу бы так! Прелесть! И без твоего фоторедактора! Только что-то я опять мелкий! И глаза можно было бы оставить! Чуточку повыше! А мне все нравится! Но только если, вон, другой выбрать! А можно меня чуточку повыше? Давай, Флай! Делай мне вот тут побольше! Только не так, как было! Может, другой выбрать! Да вам не угодишь! Энергия! Здрасьте! Мы на экзамен с запомогаторами! Отлично! Заходите по одному! Но, профессор, мы же всегда вместе! Хе-хе-хе! Ладно, оба так оба! Что это за инструмент? Молоток-гвоздодер! Зачем? И как мне вас оценивать? Вы же оба говорите! Так быстрее! А я не спешу! Гик, надевай! Это шуропа-верт! Опять? Вам один помогатор на двоих выдать? Ну вот что! Каждому из вас будет свое задание! Перед вами макет электростанции! Здоровенная! Только недоделанная! Вот вы этим и займетесь! Электростанции Электростанции – это фабрики по производству энергии! Для работы им постоянно нужно топливо! Например, газ! Сгораем, он быстро крутит лопатки турбины, которая запускает генератор! Вот вам электричество! А использованный газ снова идет в дело! Его отправляют в котел, где он греет воду! Пара от воды приводит в действие другую турбину с генератором! И вторая порция энергии готова! Ваше задание – доделать макет! Эй, нет! Гик собирает турбину, а ты – генератор! Кто первый справится, тому… Помогатор! Стихи! Готовы? Вот это начало! Теперь надо закрепить! Опасный момент! Их ты! Какой жаркий матч, а! Экзамен! Нос к носу идут! И победу врывает... Кто? Детали для электростанции делают на заводе. Над одной громадиной работает столько людей, сколько живет в нескольких многоэтажных домах. И все настоящие профессионалы. А как же иначе? Ведь устройство, которое они собирают, очень сложное. Вот, например, турбина. Она похожа на огромный цилиндр со множеством пропеллеров. Рядом с ней генератор. Его части собраны, как в гигантской матрешке. Одна внутри другой. Благодаря их командной работе получается электричество. Прямо как у людей или фиксиков. Когда каждый вкладывает частичку себя в общее дело, получается отличный результат. Да, ничья. О, решающее задание. Кто первый запустит электростанцию, тот и выиграл. Ну же! Кто из этой парочки быстрее, умнее, сильнее? Жми, гиг. Ты заслужил. Нет, ты. Жми. Ты. Да что ты? Давай ты. Давай, фрик. Не тормози. Нет, давай ты. Давай нажимай. Жмите оба. Отличная работа. Ах, да. Приз вручается. Короче, помогатор вам один на двоих. Ладно, мы и так всегда вместе. Поделим как-нибудь. Я пошутил. Оба заслужили. Федыщ! Пластик. Давай, давай, давай. Федыщ, быстро справился. Еще потренируешься и рекорд будет. Да. Пришло время взять дело в свои руки. Секунду. Дим Димыч, ты мусор выносил? Я не успел. Вот ты молодец. А эта бутылочка тебе нужна? Отлично. Еще пять есть. И это только начало операции. Спасательной операции. Что это твой папа задумал? Спасательная операция? Может, твой папа супергерой? Думаешь? Хе-хе-хе. Ой, Норик, не могу. Что смешного? Кто еще проводит спасательные операции? Хе-хе. А бутылки ему тоже для геройства нужны? Думаю, он решил заняться раздельным сбором пластика. Чего? Пластик – прочный и удобный материал, созданный человеком. Из него делают полезные вещи. Упаковку, игрушки, технику и даже мебель. Но выкидывать просто так пластиковую вещь нельзя. Природа не переварит ее за сотни лет. И земля покроется толстым слоем мусора. Чтобы не случилась катастрофа, сортируйте отходы. Выбрасывайте пластик отдельно. И он вместо вреда принесет планете пользу. Нет, ерунда какая-то. Симка, супергерои мусор не собирают. И мы это докажем. Конечно, это же эволюция. Нет, революция. Вместе мы спасем планету. Везет тебе, Дим Димыч. Вместе мы спасем планету. Дим Димыч, у тебя еще что-нибудь пластиковое есть? Сейчас. А это еще тебе пригодится. Ради такого дела не жалко. Хорошие вещи нужно беречь. Пап, а можно мне тоже? Что тоже? С тобой. Ну, операция же. Спасение мира. Ты сам говорил. А, ты про сбор пластика, что ли? Конечно. Я как раз собрал пару коробок. Поможешь отвезти на переработку? Зачем? Это же мусор. Ему место на свалке. Если этот мусор не перерабатывать, весь мир станет... большой свалкой. Некоторым вещам можно подарить вторую жизнь или вообще сделать из них что-то другое. Например, обычная пластиковая бутылка может превратиться в ручку, часы, мебель, посуду и даже в одежду на фабрике. Старый пластик очищают и перемалывают. Затем моют, плавят в однородную массу, вытягивают в нити и из них шьют одежду. Здорово. Ну, а это возможно, если люди научатся собирать и выбрасывать ненужные бутылки, пакеты, стаканчики да любой пластик отдельно. А как будет счастлива природа, если в лесах и морях исчезнут кучи пластикового мусора? Давайте вместе заботиться о нашей планете. Я-то думал, ты планету спасаешь, как супергерой. А мы и есть супергерои, даже немного волшебники. В смысле? Секунду. Эта футболка сделана из таких бутылок. Круто? Ого! Ну что, готов? Тогда вперед! Эх, живут же люди. Мусор собирают. А мы? А фиксики делают все, чтобы технику реже выбрасывали. И она служила дольше. А мусор сортировать и ты можешь. Звезда. Итак, солнечная система включает в себя... Друзья, вы не поверите, я нашел... Я открыл новую звезду! Грандиозная коллега! Да! И сюда идут журналисты. Будут брать интервью. Интервью? У кого? Приходить надо вовремя. Я причесывалась. А вот они! Прячьтесь! Во Вселенной множество галактик. Из каждой миллиарды звезд, светящихся горячих шаров. Они рождаются из огромного облака газа и пыли, который называют туманностью. Мы видим звезды на небе, как крошечные точки. Но это потому, что они очень-очень далеко. Но ближе всего к нам и звезд. Томца. Пусть это и не самая крупная звезда, но она дарит нам свое тепло и свет. Судаков теперь знаменитость. Мировой масштаб. Да. Смотрите, Верта тоже на обложке. Ого! Где? А мы неплохо смотримся. Кому дать автограф? После урока возьмем. Ой, нам пора. А ты что, не идешь? Некогда. У нас с коллегой дела поважнее. С кем? С Чудаковым. Мы же теперь знаменитости. Верта, ты случайно на обложку попала? Ой-ой-ой, ты просто завидуешь. Ха! Так, звезда есть. А как же ее назвать? Коллега? А? Почему бы не назвать ее Верта? Во-первых, это красиво. Верта, Верта. А все-таки она вертится. А это мысль. Ой, зря автографы не взяли. Звезду-то назвали моим именем. Верта. Ха! Пора готовить торжественную церемонию в мою, в нашу с профессором честь. Какую еще церемонию? Красную дорожку, цветы. Чего стоите? За дело. У нее звездная болезнь. Именно. И что делать? С сумасшедшими лучше не спорить. Я читал. Давайте ей подыграем. Классо вертичество. Красную дорожку достали. Ну так стелите. А цветы? Мне что, самой все надо делать? Ну что вы? Конечно нет. Примерьте корону. Но так-то лучше. Я звезда. Тяжелый случай. Идет. Наконец-то! Наконец-то! Моя мечта сбылась! Ай! А, это вы, мои маленькие друзья. Как приятно, что вы собрались поздравить меня. Хе-хе-хе. Нас. Да-да, нас, вас. Все человечество. Нет-нет, именно нас. Покажите скорее, что вы принесли. Вот сертификат. Звезде, открытой ГЕ Чудаковым, присвоено имя Ве... 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 Вео-3-7-3-2. Что? Ой! Ха-ха-ха! Так теперь и будем звать звезду нашу. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. А что смешного? В ясную ночь хорошо искать на небе созвездие. Проще всего увидеть большую медведицу. Правда, она похожа на ковш. И если через край ковша провести прямую, найдем яркую полярную звезду. Это созвездие малой медведицы. Чуть дальше Кассиопея, похожая на букву. А вот сверкают три звездочки рядом. Это пояс Ориона. Проведем через них линию и найдем Сириус из созвездия Большого Вца. Самую яркую звезду нашего неба. А с другой стороны, звезда Альдебаран в созвездии Тельца. И это только самые заметные звезды. А сколько их на самом деле во Вселенной, даже вообразить невозможно. Шпуля. Здесь. Фаер. Здесь. Ве, ноль, три, семь, три, два. Это еще кто? А это у нас новенькая. Звезда. Даже сверхновенькая. Опля. Анализ крови. Привет, Дим Димыч! Ты что, мы ходишь? Меня папа в секцию записал Боевых искусств Будешь драться, как в кино? Да я сам буду в кино сниматься Супергероев играть И витриную мельницу Дим Димыч Тебе же завтра ко второму уроку? Да Отлично, тогда утром пойдем сдавать кровь на анализ Кровь? Зачем? Проверить, здоров ли ты, чтобы спортом заниматься Кстати, утром не ешь ничего, ладно? Кровь будут брать из вены Что? Мам, а если я займусь другим спортом? Шахматами Кровь же сдавать не надо Ты что, боишься? Нет Вот и хорошо Папа про кровь ничего не говорил Похоже, наш супергерой боится А эта кровь что, такая страшная? Вовсе нет У человека в организме очень много трубочек, сосудов, по которым течет кровь Она без остановки развозит всем клеткам кислород и пищу Забирает углекислый газ и защищает от средных микробов Чтобы знать, здоровье или нет, нужно обязательно сдавать анализ крови Самый точный анализ дает кровь из вены По нему врач может понять, все ли в порядке И если нет, вовремя назначить лечение Ты видишь, это безопасно и совсем не страшно Угу О, кровь сдают натощак А это как? На голодный желудок А если я поем? Ну, тогда у тебя кровь не возьмут Ммм, отлично Что отлично? Да так, ничего Все, я спать Ты точно не боишься? Угу Что-то я ему не верю Эй, ну чего? Тебе же нельзя! Пустойте Ой, мама идет Дим Димыч, ты что забыл? Сдашь кровь и поешь А может не надо? Иди, иди, собирайся Решил спешать? Ты же хотел быть супергероем! Да ты просто трус! Нет, не трус! Трус! Нет! Трус! Все равно я туда не пойду Ну уж нет! Морик, помоги! Готов! Молодец, Дим Димыч Так Пошли Спасибо! Вы мне больше не друзья Исследование крови Очень ответственное дело Раньше этим занимался человек Рассматривая каплю крови под микроскопом В современных лабораториях Людям помогают умные машины Анализаторы Они справляются намного быстрее И ошибок у них не бывает После того, как вы сдали кровь Пробилка отправляется в настоящее путешествие В лаборатории она переходит от одного анализатора к другому И каждый проверяет кровь по-своему Потом данные собирают вместе И анализ готов! Получить результат можно даже по электронной почте И никуда ходить не надо Здорово, правда? Вот и нет у нас друга Из-за тебя Из-за того, что он струзил Но если я и виновата, то вот столичка Вильсики! Вы где? Здесь А у меня диплом За храбрость и талет Пиздал кровь! И не испугался? Неа! Вот! Молодец! А ты снова с нами дружишь? Конечно! Тогда научи меня какого-нибудь приема! Легко! Вау! Да! Крепеж! И разумеется, все детали прибора должны быть хорошо закреплены Стойте у вас, коллега! Сегодня Лизонька из отпуска возвращается Вот, решил к ее приезду прибраться в лабораторию Похвальное желание! На чем я остановился? Что все детали должны быть закреплены Точно! А какие виды крепежа вы знаете? Фаер? Ээээ... Винтик? Угу! А еще? Еще винтик? Итого два винтика! Все с тобой ясно! Симка? Чтобы скрепить деревянные или пластмассовые детали Используют гвозди Их забивают молотком В металле или камне просверливают дырки и скручивают шурупы А чтобы шуруп лучше держался Его можно вставить в крепление, которое называется дюбель Винт отличается от шурупа тем, что у него не такой острый кончик Винт закручивают в отверстие, в котором уже есть лезьба Или в гайку А если у вас нет ни гвоздей, ни шурупов? Тогда фиксик сам должен превратиться в винтик и вкрутиться Вот так! Отлично! Фаер! Повторишь? Легко! Легко! Нолик? А можно? Я не буду Что значит не буду? Эх! Сейчас, сейчас, не стой ноги Нет, нет, все-таки стой Смелее! Ты же это делал тысячу раз Ага, делал Надо же было сначала прибор обесточить Надо было Сейчас такого не будет, у меня все под контролем Давай Все равно боюсь! Попробуем еще раз И кто только этот винт придумал? Одно из легенд Винт еще в древности изобрел великий архимед Используя винтовой механизм Он построил машину для подъема воды из канала В древнем Риме деревянные винты применяли в прессах для отжима оливкового масла Винты можно было встретить в домкратах и стерлах Для крепежа их начали использовать только в пятнадцатом веке Но они так быстро стали популярны, что в наши дни почти в любом приборе можно найти винт А если какой-нибудь винтик окрутится, на помощь приходим мы, фиксики Мы же превращаемся в винтики не только когда прячемся от людей, но и когда это нужно для дела Мурик, давай вместе Не бойся, мы с тобой Бежим Лолик, смотри на меня Я правда уже легко не закручивался, но все равно не боюсь Видел? Все просто Привет Деду А сейчас застрял И все из-за меня Спокойней День Евгеньевич, помогите Дедуса выкрутить Секундочку Заржавел немного Наверное от возраста Попробуем капнуть масло День Евгеньевич, вы как? У меня все в порядке Сейчас я пойду Надо закрепить Нет Лолик, помогай Из тебя не справится Не-не-не, я боюсь День Евгеньевич, спасай Что у вас происходит? Ничего страшного, коллега Так слегка завалило А меня кто-то А меня кто-нибудь выкрутит Я не могу А мы стеллаж держим И Нолик Я закрутился У меня получилось А, молодец Ты справился И кто нам теперь поможет? Лизонька скоро приедет Ладно Ждем Лизоньку Да Если только Самолет не задержится А кто такие фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики Большой-большой секрет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова